Пока земля Трусливому дай коням Дай счастливому денег И не забудь про меня Совсем немногие политики Приобрели право называться только именем Подчеркиваю, публичность профессии Всегда на виду У всех на виду Как это раньше было принято Лишь у актеров Галина Старовой этого дни рождения не праздновала Не было времени И где собирать людей Квартира у Белорусского вокзала была совсем небольшой Обычно в день рождения 17 мая Она старалась уехать куда-нибудь подальше А возвратившись Заезжала на денек к маме с папой Там собирались и знакомые День рождения был праздником для родителей В 1996 году исполнилось 50 Скрыться и отвертеться не удалось Стол решили накрыть во дворике редакции газеты «Европеец» Учредителем которой была Старовойтова Видеокамеру взяла в руки Екатерина Толстая Художница Из знаменитой семьи Толстых Ее подарок Портрет Галины Васильевны Портрет Галине Васильевне нравился Друзьям тоже Они видели в нем чистоту помыслов Что у нее была Она вообще была чистой человеком Почему за ним за ней идут Почему его ее слушают Как там у классиков Он человек был в полном смысле слова Самый человечный человек Термин «харизма» придумал Макс Вебер Немецкий социолог Это слово из древнего языка Божий дар Быть пророком или вождем в Отечестве опасно Из истории известно Бог дал, он же и взял И осталась загадка То ли харизматическая личность Свою роль исполнила То ли безумное Отечество Не поняло Божьего замысла К чему бы посланник Наверное, как вот человек Родившийся утром или вечером Отличается по характеру Так и утро года или осень года И недавно у нас на работе Умерла сотрудница Вот на днях И ее сын сказал Какой ужас умирать в мае В мае надо рождаться Умирать надо в ноябре и в декабре Я, естественно, сразу сопоставила Младшая сестра старовой Ольга В семье было две дочери Галина – лидер А Ольга, как сама о себе говорит Просто ласковая, хорошая девочка Теперь лидер в семье Ольга Ну, была у нее харизма Была Это сильный человек С одной стороны Сильный, умный С очень мощной интуицией Ведь как-то вот принято считать Что мужской ум якобы Это логика А женский ум – это интуиция У нее сочеталось все это Она была выше этой разницы полов Там мужская, женская Она была просто сильная Одаренная личность В домашнем архиве Горы видеопленок Журналисты любили брать интервью у старовой Твои Говорило четко, кратко, ярко Облегчая журналистскую работу Всегда было жаль фрагментов Что выбрасывались из-за недостатка времени Чаще всего интервью касались актуальных проблем И почти всегда Под конец работы следовала реплика Спасибо большое Я просто действительно, можно сказать, открытие сделала Я вас представляю более суровой Очень мягкая женщина Это так приятно Журналистские заметки остались за кадром Как и попытки понять ее Наша история совсем близко Не какие-нибудь предания старины Только что этот человек Известный политик Была рядом с нами Но, похоже, в пылу политических пристрастий Все мы проглядели Что-то самое важное Загадки остались неразгаданы Чем дольше я живу Тем я становлюсь веселее Тем радостнее жить Я живу все лучше и лучше И я благодарю судьбу за каждый день Который мне дарован Я просыпаюсь с мыслью О том, что слава Богу Что у меня впереди день Это день мой И я должна сделать как можно больше Людмила Иотковская Помощник Галины Старовойтовой Возможно, самая близкая подруга Они коллеги еще по научной работе Почти все гости на день рождения пришли А Галины Васильевны все нет Она всегда опаздывала У Гали было много достоинств Но это был большой-большой недостаток Она не могла бегать, допустим Она не могла быстро там собрать, бежать То есть как мы-то Как, ну, как бы заведенные такие Нет, она все длительно делала Почему задерживалась? Потому что не могла никогда рассчитать времени Это было не намеренно Это какой-то такой биологический ритм Мне другой был, понимаете Мне хотелось себя ее стегнуть Ну, собственно, чем я и занималась очень часто Съемка на дне рождения делалась для себя И потому вполне любительская Так что реплики, что будут плохо слышны Придется озвучивать Постепенно целоваться будем По мере приближения Спасибо всем, кто пришел За несколько дней до юбилея Неожиданно Нашлась бутылка армянского коньяка Ее подарили депутаты от Армении Старовойтовой Но куда-то удачно засунули Позабыли о нем К 17 мая пригодился Единичный предмет Ты не только России, но и другим Первый тост Друг Галины Васильевны, Аркадий Мурашу Депутат от партии Демократический выбор России Одно время он был начальником Московской милиции Среди Вашей стусовки, говорят Есть единичный политик мирового масштаба Это, говорит, Старовой А Вы все остальные Ну, катай шушерку Так вот, мне хочется признать Справедливость этих слов И снизу, вот, выйдет За твой талант Политический Я надеюсь, что он будет востребован Этой несчастной страной Спасибо Спасибо Я Вам честно скажу Я не отмечала лет 7 Свой день рождения Все вот, друзья-свидетели Я всегда куда-нибудь скрывалась Или разбирать на округ Или за границу Куда-то была возможность Да, на это время И вот этот первый раз Я хотела и так же поступить И в этот раз Но все сказали Демроссия прежде всего сказала Не уйдешь никуда На этот раз не отвертишься Я решила тогда соединить Несколько представителей Из разных политических Родственных движений Что мы и делаем Потому что демократы Никогда не пьют вместе ничего Даже чай А коммунисты постоянно пьют водку вместе Это точно Это очень мощный консолидирующий фактор А вот эта вот хакамада пришла Галина Васильевна Ревниво не относилась К ее растущей популярности? Нет? Не было этого? Я думаю, что нет Нет Она немножечко ревниво Относилась вообще К таким Очень Ну Известным умным политикам Она как-то себя считала Она по достоинству ценила себя Надо сказать Она никогда не умоляла И сказать, что скромность Она была скромным человеком В этом смысле Как политик Так было нельзя Она всегда считала себя Достаточно На высоком уровне Но хакамадина Она всегда относилась Как Ну Это другое поколение Более молодое И Как бы Это наше будущее Она с большим уважением К ней относилась Я всегда относилась К ней Как К настоящему И единственному Реальному Политику Женщина Потому что Калина Васильевна Смогла добиться Того А кстати В России Демократически Это первый случай Когда она Будучи женщиной Заняла Самый Один из самых Высших постов Причем Абсолютно Мужских Если мы хотим Реального Равноправия Мужчины Женщины В политике И женщины Должны Заниматься Абсолютно Спокойно И свободно Мужскими Вопросами В том числе Обороны А вот мужики Пусть займутся Беленками И колясками И вот Оля все Стоит на места Я с удовольствием Буду торговать Газовой нефтью Правильно? Замечательно А я буду Торговать оружие Да Вот тогда Вот Шикарный Россию Выдет Женщина Оказалось Что Галя Абсолютная Женщина Мы с ней Могли часами В перерывах Между конференциями Обсуждать Почему я ношу Все время черное А где я купила Такую шикарную Юпочку А дорого Ты или нет А какие нам нравятся Больше мужики Куда вообще делись Все мужики Особенно в политике Какие все страшные Некрасивые И насколько с ними Неинтересно Потому что они глупые Если бы они были умные Большинство из них Конечно То было бы легче работать Ну когда сталкиваешься Ну когда сталкиваешься С таким твердолобым Идиотом Каким-то динозавром Который думает Что он выше тебя Только потому что Он носит брюки То это просто Смешно И жалко Тратить время На этого На этого слабого Мужчину Самоуверенного И напыщенного Вот это плохо Я хочу сказать Что она не просто Женщина Она русская Женщина А это Владимир Лукин Тот что внес Буквуэл В название Яблоко Доктор исторических наук Профессор Вице-спикер Думы четвертого созыва С Галиной Старовой Твоей они особенно Сдружились Когда он работал в МИДе А она занималась Научными исследованиями В американском институте Я хочу сказать Что Галина Васильевна Мы все Очень любим Невзирая на то Что она Действительно является Серьезным конкурентом Мужчин Но будучи Конкурентом Мужчином Она является Таким конкурентом Которого не хочется уничтожить А совсем наоборот Мой отец занимал очень высокий пост В военно-оборонной промышленности Он заведовал всей танковой подотраслью Лауреат Ленинской премии Секретный Не публиковалось тогда Старовойтов Василий Степанович У нас в доме бывало Очень много генералов У нас был Сын Ворошилова Петр Клементьевич И другие Я совершенно не боялась Этих людей Я среди них выросла Я на них верхом ездила Когда мне 35 лет Там было Они на четвереньках бегали Да И до сих пор Не боюсь генералов Может быть поэтому Но однажды Кстати Петр Клементьевич Ворошилов Юрист образованный Гораздо более образованный Чем его папа Клим Ефремович Человек уже в элитной Советской среде Однажды за столом Шутя за обедом В компанию Вечером он сказал Ну вообще-то Что такое женщина Если разобраться Это же друг человека В общем-то Это ничтожество Сказал он И все как-то вежливо Посмеялись А мне было лет 11 Я положила ложку Встала Вышла и хлопнула дверью Мама пошла за мной На кухню Говорит Ну как ты себя ведешь Я говорю Я не вернусь туда Вы можете это терпеть Я не буду этого терпеть И вот я решила Это не терпеть Никогда в жизни Это была очень интересная Женщина в молодости Очень У нее была замечательная фигура И очень Ну как вам сказать Я не знаю Ну повышенная либидо Скажем так И с возрастом Это как бы Трудно менялось То есть Ей было трудно уже Прибернуть Что мы не молоды Что у нас другие интересы Но тем не менее Она всегда принимала Ухаживание Без мужчины Она как-то всегда С интересом Как-то День прошел Никто ей комплимента Не сказал Этого не может быть Как много мужчин В нее было влюблено По самому Ведь влюбленность Тоже штука такая сложная Разный тип влюбленности Кто-то домогался Буквально с ней близости Просто С ума сходил Кто-то хотел Просто быть рядом с ней Но тоже своего рода Влюбленность Вот разные типы влюбленности Ее окружали всегда Всегда Казалось бы Она такой властный Сильный человек Мужчины любят Якобы слабых женщин Это наверное мифы Мужчины любят Во-первых Разных женщин Слава Бог Во-вторых Многие тянутся К сильной Личности Но она не подавляет А вот эта Сила в сочетании С женственностью Какое-то Создает специфическое Обаяние Вы редко увидите Чтобы она давала Интервью Или бежала Без Не накрасив губок К примеру Она всегда считала Что она должна выглядеть Очень милой Обаятельной И вот даже молодые люди Очень часто я замечала Что Ну молодые Совсем молодые То есть там Тридцатилетние Они как-то На нее смотрели Вот не как А как на женщину С большим интересом Дверь нашего кабинета 11.58 Сменилась табличка На двери до сих пор Можно видеть Следы от кнопок Которые наклеивали мы Когда приходили журналисты Снимать Галину Васильевну Поскольку это было Очень часто То и Этих мелких дырочек Также очень много Петр Кучеренко Помощник старовой Когда ему было 17 лет И он учился На первом курсе университета Петр обратился С письмом Галине Васильевне Предлагая стать депутатом От Крайнего Севера Откуда был родом Познакомились Через некоторое время Он стал работать В ее команде Сон Который мне После смерти Всегда снился Часто снился Это неизменно был Вот этот длинный коридор И где-то там Около почтовых ящиков Как будто я иду А Галина Идет сзади И окликает Действительно Пару раз был такой случай Я иду по коридору Она идет Своей тихой походкой И сзади Тихо так говорит Петя Я оборачиваюсь И там Идем мы дальше С ней вместе До кабинета После гибели Приснился сонной матери Галина приходит в дом Она входит Как бы ни в чем не бывало И говорит Что ты все время плачешь Убиваешься Мне там Не так уж плохо Я уже там даже влюбилась Кто ее знал Вздохнули Это она приходила Только она могла так сказать И что это тип Вот тип мужчины Которые рядом В Галине Старовой В основном были Неподходящие мужчины Рядом со мной А много было мужчин? Да Ну я долго была замужем Сколько? Восемь? Сначала Нет, больше Не надо Примерно 15 Если надо посчитать Ну я была 21 год замужем Бежу прочим И выходила замуж Девушка невинная Как положено Так что я соблюла все приличия Теперь уже я могу себе позволить Длинное платье делать Все так, как надо А теперь я уже могу быть и ветреной Ой, это замечательное ощущение Правда? Приятно быть ветреной Да, да Я думаю, что свою норму серьезности В жизни я уже выполнила Она очень любила пококетничать Как бы Это ничего не значит То есть Как бы это выразиться поприличнее То есть это могло не иметь последствий Я имею в виду Сейчас другие слова подберу Кокетство для нее было такой Игрой Игрой В общем у них была хорошая семья Вот это я хочу сказать Но кокетство Оно тоже создает атмосферу Это заводит других Я думаю, что вот эта ее популярность Безумная Там, скажем, в Армении Она очень сильно подогревалась тем Что мужчины были в нее влюблены У меня есть целая большая теория О том, что такое харизма Я много раз в своих сочинениях Как-то касался этой проблемы Писатель Владимир Войнович Большой друг Старовойтовой Когда Галя выходила на площадь Я видел, что это была такая Наэлектризованность И, конечно, мужчины Они просто влюбились Влюблялись в нее И я прошу прощения за такое Они просто ее хотели Вот там снизу они стояли И смотрели на нее И это очень сильно подогревало Я не феминистка Потому что феминистки Обычно ненавидят мужчин А я мужчин люблю Не скрываю этого Вот мне один мужчина На днях сказал Как раз пришел Тут вот с розами Вот с этим букетом Поздравил меня с избранием Лидером партии И сказал Боже мой, я так вас люблю Я такой ваш поклонник Ах, как бы мне хотелось С вами вот поближе познакомиться Все Вообще, он говорит Я сексуальный извращенец Я снимала большие глаза Ведь мне нравятся умные женщины Сказала Она никогда не работала Ни с какими миджмейкерами Например, мы близкие считали Что она не очень удачно одевается И все хотели ее как-то Приспособить к какому-нибудь специалисту Ну, вот, наконец, ее подруга Отвела к Татьяне Парфеновой Последний год она несколько вещей Сделала у Татьяны Парфеновой Но она не поддавалась вот этому Она как-то Вот была такая, какая есть Ну, я люблю шарфики какие-нибудь А так, в основном, я одеваюсь Очень случайным образом И стала стричься, как вы могли заметить Просто так, чтобы Прическа занимала Минимум времени, да Мы встречали, по-моему, 78-й год Когда Миша придумал Пойти куда-то в театр И взять на прокат театральные костюмы На Новый год Ну, и мы все взяли Мужчины, там, фраки, как правило А мы взяли такие платья эпохи Елизаветы или Екатерины Такие вот, бальные царские платья И только Галя догадалась взять костюм гусара И в этом костюме гусара она была совершенно великолепна Совершенно отличалась от всех И вот как вот она это почувствовала По части крепких напитков, кстати Я могу дать фору многим мужчинам Потому что я работала более 10 лет на Кавказе Начальником экспедиции В Абхазии, в Азербайджане В разных районах Грузии В Нагорном Карабахе, где пьют тутовку Максимум, я помню, что мне пришлось выпить Это, ну, правда, за долгий вечер Часа 4 с хорошей закуской Более полулитра Около 600 грамм, наверное, чачи Это не просто водка 40-градусная, а покрепче И около 2 литров сухого вина Все за один вечер? Да Мои мужчины, выпившие, тоже самое Уже лежали под столом После убийства Следователи на допросах Все допытывались у друзей О ее второй сути О скрытом, невидимом И не понять было, что она была вся на виду Не скрывая даже то, о чем как бы и не принято говорить А чего осковываться-то? Надо правду о себе говорить Она рвалась Когда я родила ребенка, она рвалась С огромным букетом цветов Где Ира? Вообще, я хочу ее лично поздравить Она мне звонила, почему-то мне сразу не сказала Вот здесь есть на выставке фотографии Где Пугачева, я и она на фотографии Мы снимались в фильме Я там уже беременна И от всех скрывала Считала, что женщины, они вот в политике Они все равно не помогут А плакаться нельзя Мы сидели, ужинали И Галя попросила, чтобы я прочитала вот эти свои байки Которые тому времени были написаны Соня Васильева Еще один помощник Галины Старовойт Она журналистка Сейчас живет в Израиле Байка о женщине в политике На последнем съезде народных избранников СССР Депутат Аджинсоветов Предложила создать в новом Верховном Совете Отдельную палату для женщин В перерыве к Старовойтовой подошел португальский журналист Мадам Старовойтова Как вы относитесь к этой идее? Я не являюсь носительницей женского начала в политике Наоборот, стараюсь в политике быть мужчиной Ответила Галина А почему я не вижу у вас значка народного депутата СССР? Не унимался корреспондент Вы его сняли в связи с распуском съезда? Вовсе нет Просто он плохо сочетается с этой брошкой Что смолкнул веселье глаз? Раздайтесь вакхальные припевы Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас Полнее стакан наливайте На звонкое дно, в густое вино Заветные кольца бросайте Поднимем стаканы, содвинем их разом Да здравствуют музы Да здравствует разум Ты, солнце святое, гори Как эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари Так ложная мудрость Мерцает и тлеет Под солнцем бессмертным ума Да здравствует солнце Да скроется тьма У нее был дар непринужденного И в высокой степени убедительного величия Поворот головы Жест рукой Каменная невозмутимость в лице Когда особо хлестко произносила саркастические реплики Не, это было даже с юности А у меня вот любимая поэтесса была у себя Анна Ахматова И у нее тоже, кстати, она очень любила Ахматова Я сразу заметила, что она чем-то похожа на Ахмату Когда я с ней познакомилась Но мы Ахматова-то знали уже в зрелом возрасте Вот ее царственная осанка, ее походка, манера говорить И вот у Гали это было всегда Она была совсем девушка Такой стройной и худенькой И такой обаятельный, милый Такой без... смешливый даже, я бы сказала Но она могла уколоться Она могла быть очень копкой Ее ум такой Она... Направленный такой был всегда Она знала, чего она хочет И она знала, как человека можно обидеть Это все было Похожесть на Ахматова отмечали многие Не только внешние сходства За Старовойтовой, так же, как и за Анной Андреевной Хотелось записывать отдельные замечания, реплики Сказанные как бы небрежно, неумышленно С острой тенью улыбки в уголках глаз Однажды мы получили письмо Вернее, Галина Васильевна получила письмо От американского журналиста Который советовал, как помочь России, чтобы рубль стал конвертируемым И придумал печатать на деньгах вместо Ленина портрета Ахматовой и Старовойтовой И он сделал образцы, положил в конверт и отправил в Москву Ельцину А при чем тут Ахматовы удивились, как ГБ распечатывает письмо Старая власть просто так народу своих привилегий не уступит Старая власть! Старая власть! Старая власть! Старая власть! Я была дважды депутатом, кстати, единственная женщина Депутат СССР и Россия одновременно От Еревана в союзном парламенте От Ленинграда и от огромного округа в российском парламенте В это время мы познакомились с Маргарет Тэтчер Кстати, она меня спросила, Галина, а сколько у вас избирателей? Я говорю, полтора миллиона У меня всего 50 тысяч Я говорю, ну у вас маленькая страна, а у нас большая страна, это естественно Есть в ней и приятные черты, я знаю, что она очень популярная И она в чем-то и для меня образец для подражания Но есть и неприятные черты при более близком Есть некоторое лицемерие, есть чисто женское любопытство даже Да, вот она вроде бы железная леди, но первая, когда меня представил И Николас Беттл, член палаты лордов, правозащитник Первым делом она посмотрела на мою левую руку Если у меня кольцо обручание, она сказала Как меня вас называют? Мисс или миссис? И в этом сквозило чисто женское любопытство Нет, пожалуй, никакая железная леди с нашей сравниться не могла бы Потому что вряд ли смогла бы так, как старовой этого без тени смущения Говорить то, что думает Только потому что истина дороже Всем большое спасибо, всем, кто появился Передать самые теплые чувства, пожелания Жаль, что они сегодня не с нами Слава Богу, что у меня пока есть и папа, и мама Значит, я еще очень молодая Пока есть папа, мама, я еще ребенок И это внушает надежды какие-то Давайте выпьем за их здоровье Отец обрусевший белорус А мама казачка и яицкие казаки давали очень много всяких восстаний, вольницы Они поддержали восстания Пугачева, Разина и так далее Екатерина II полностью расформировала яицкое казачье войско И яицкий городок переименовала в Урал, реку Яик, реку Урал И все время пыталась репрессировать Все цари пытались репрессировать именно яицких казаков Они совсем не поддавались перевоспитанию Наверное, это гены Она, понимаете, лидером была И многие мужчины ее за это не любили Но надо было понимать ее просто, понимаете Что если человек вот пошел в политику Она полностью себя посвятила Она не играла в политику Она жила этой политикой Александр Дмитриевич Архипов Водитель Галины Старовойтовой в Думе За несколько дней до смерти руководство Думы отказало ей вправе пользоваться персональной машиной Хотя знали, что у нее были больные ноги Она была непримиримой человек в этом плане И, конечно, много врагов у нее было Но много врагов, много и чести, понимаете У слабых людей нет мало врагов Комсомольская правда слегка прошлась Деликатно, впрочем, вполне По особенностям моей фигуры, скажем Ну, что я могу на это сказать Я считаю, что демократа должно быть много Хотя, впрочем, и претенденты со стороны коммунистической партии По-моему, не страдают истощением На дне рождения много шутили Через два года некоторые реплики зазвучали зловещим предзнаменованием Старовойтову приканчиваете Евгения Альбац Журналист Я думаю, что она в Государственной Думе вообще в большой степени была уникальным человеком И уникальность ее составила в том, что она не боялась говорить У нас абсолютное большинство депутатов говорят в зависимости от того Что хотят услышать люди по телевидению Причем не избиратели, они в гробу видали избирателей А что хотят услышать владельцы банков Руководителей крупных компаний Элиты, деньги Я не хочу сказать, что Галина Васильевна Жила в безвоздушном пространстве Она была очень реальным человеком Хорошо знала, что происходит в российской политике Но при этом Ну из самых таких Просто последних, я имею ввиду, перед ее убийством выступлений Это выступление по поводу депутата Макашова И его антисемитских заявлений Ведь немногие на это решились На самом деле Только так кажется, что легко встать И включить микрофон в Государственной Думе и это сказать Мой девиз Делай что должно и будь что будет Мне не нужна любовь власти совершенно Пусть меня любят мои единомышленники, мои друзья, мои близкие По-моему, это патологическое желание Хотеть, чтобы тебя любило государство И какие-то его должностные чины Мне этого не нужно Нет, я не пытаюсь переделать их Мои амбиции гораздо выше Я пытаюсь переделать мир Просмотрели, проглядели Что за шанс был упущен Старовойтова одна из немногих А впрочем, быть может, единственная Из первой волны либеральных демократов Не предавшая идеи во имя личных или групповых интересов И если бы мы услышали ее совет Быть может, не было бы в стране столь грозных этнических противостояний Но мы не услышали Она не махнула рукой на принципы Не ушла с политической арены В последний год жизни она, вероятно, не чувствовала и массовой поддержки Той, что была с ней в начале политической карьеры Еще бы Ведь слово демократ превратили в ругательство Но в своей обреченной борьбе она все равно старалась брать верх И побеждала Иначе не пришлось бы ее убирать с чего-то пути Уважаемый Виктор Ильич, наш чувашский коллега Пожалуйста, приходите за консультацией В московскую, я вам говорю, Виктор Ильич В московскую и хельсингскую Владимир Ильич Извините, ради бога Просто вы не очень любите это имя Пожалуйста Вероятно, подсознание срабатывает Вы получите полную консультацию по данному вопросу И не будете выносить вопрос столь неподготовленным, как он вынесен сегодня Это упрек не вам, а тем, кто организовал сегодняшнее слушание Спасибо Ущемляются интересы независимых депутатов Депутатов, не вошедших во фракции, депутатские группы Нас несколько десятков человек За нами стоят миллионы избирателей Включите одного из наших представителей в эту комиссию Галина Васильевна, вы уточните Несколько десятков, а по-моему в списке было 24 Это немало Два с половиной десятка, да? Да, два с половиной десятка помножьте на полмиллиона 12 миллионов избирателей И у каждого по полмиллиона? Да, у каждого, посчитайте Спасибо, Геннадий Николаевич Действительно, в отличие от генерала Макашова Я не вводила войска в Закавказье Не арестовала лично президента Армении Тер Петросяна Депутатов армянского парламента, обладающих иммунитетом По существу просьба, Галина Васильевна Безерджиана, Манучариана и других Не заключала их в тюрьмы По существу мне представляется Россия пора дифференцировать свою политику Внутри содружества независимых государств В зависимости от того, как эти государства ведут себя по отношению к России Спасибо Светлана Петровна, учитывая мою политическую и другие весовые категории С Моськой меня вряд ли можно сравнить Вряд ли это корректное сравнение А что касается употребления алкоголя Компетенции ваших коллег И их умение связать два слова без бумажки Я думаю, вы и сама не хуже меня осведомлены об этом Я думаю, вы не хотите, чтобы я назвала тут поименно тех, кто пьянствует просто Из вашей фракции в Госдуме На глазах у всех И пресса тоже в этом могла убедиться Наверное, вы знакомы со своими коллегами не хуже меня Спасибо Когда вы, Геннадий Андреевич, говорите о доверии О правительстве народного доверия Кого вы имеете в виду? Уж не свое ли правительство? Не думаете ли вы, что вам будут доверять народ? Народ показал в летом 96-го года, кому он доверяет, а кому не доверяет У нас, к сожалению, очень много людей, в том числе в этом зале Помолчите, пожалуйста Которые хотят ловить в мутной воде И вот эти люди и требуют сегодня досрочной отставки и правительства, и президента Мы будем голосовать против, спасибо Диктатура не пройдет! Диктатура не пройдет! Первый раз, когда я выступала не на ученом совете, а перед митингом в полмиллиона человек Честно говоря, у меня дрожали коленки Миллион глаз смотрит на тебя, все крыши, все деревья заполнены Когда полмиллиона, это значит, что все крыши и деревья, и все холмы окружающие Они просто улица, уходящая до горизонта И по ней расставлены динамики, и твой голос эхом разносится далеко-далеко Это страшно было Я говорила 11 минут, у меня есть запись этой речи И в конце эти полмиллиона скандировали Галина! Галина! Я очень волновалась тогда, я выглядела хладнокровной, вероятно Говорят, что всегда я выгляжу очень холодной, когда я выхожу к трибуне Действительно, сейчас я уже не боюсь никакой трибуны, но тогда это было не так Политика стала более жестокой, особенно после Чеченской войны Здесь очень нелегко, здесь надо, я с собой ношу, могу вам сейчас показать, хотите? Конечно, конечно Я ношу всегда с собой газовый баллончик, когда я в этом здании Я прочитала, с перцем там или с чем-то в газете Да, пожалуйста, посмотрите Вот он, да, pepper spray Если господин Жириновский вздумает меня за волосы потаскать Вас не пробовал, не пытался? Нет, никогда, он, кстати, всегда Вас не тронет Он хорошо получит такую издачу, что он запомнит это на всю жизнь Да, так что и он знает про эту штучку в частности И про то, что я владею некоторыми приемами и знаю уязвимые места мужчин Так что он получит все по полной программе, если только посмеет ко мне подойти Я не позволю с собой так обращаться Встречала очень много умных людей И вот, если я что-то знаю и умею, я в основном знаю от контактов с этими людьми Гораздо более умными и образованными, чем я сама Одни из них малоизвестны, другие известны всему миру Такие, как Андрей Сахаров Я была его ученицей, помощницей и соратницей В последние его после Горьковские годы, после ссылки до смерти Для меня самый яркий представитель либерализма это Александр Иванович Герцин в 19 веке А в нашем веке Андрей Дмитриевич Сахаров Я хотела бы отметить, что оба этих великих деятеля были ориентированы на европейские ценности в культуре Для меня однозначно это ориентация на вот этот круг ценностей Европейских и североамериканских ценностей И я думаю, что эти ценности лежат в основе либерального мировоззрения Основная особенность либерализма это приоритет личностных, индивидуальных ценностей Над любыми коллективными ценностями, социальными, этническими Но мне кажется, что в наше время сейчас, когда столько трудностей вокруг Эти идеи могут быть непопулярны Могут Но я от них отказаться не могу Все равно по своей природе просто По природе, не знаю, по своему миросозерцанию Я хотел бы сказать не свое стихотворение Жаль только жить в эту пору прекрасно Уж не придется не мне, но тебе Это блестящий рак Мы не жмете, Владимир Петрович, соединиться Мы не подписавшиеся Присоединяемся к поздравлениям избирателями России Галины Васильевны Старовойтовой с юбилеем И выступаем с инициативой о проведении референдума О переименовании 1996 года От Рождества августого в год Галины Старовойтовой Еще шутка И тоже зловещая Второе место в рейтинге наиболее популярных женщин Галина Старовойтова заняла в 1998 году В год гибели На первое граждане России уверенно выдвинули Монику Левинске В последние дни жизни у нее шло какое-то особое Ну это не сияние, отношение к людям Хотя я упомянул историю про Черномырину Потому что она вдруг заговорилась с исключительной добротой Совершенно о чужом ей человеке Мы немножечко пошутили над Виктором Степановичем По поводу его манеры говорить И вдруг она тоже посерьезнела и сказала А вы знаете, насколько это обаятельнейший человек в жизни? Когда мы в прошлом году с ним были в Абхазии Кто-то из детей играл лазерной игрушкой Лучом провел сначала по мне, потом по нему Я ему говорю Виктор Степанович, а вы не боитесь, что так снайпер может вас застрелить? А он, говорит, засмеялся, обнял меня и сказал Ну, Галя, тебя я с собой всегда закрою Ну, сказать, она верующая Она в душе была очень верующий человек, конечно У нее принципы, взгляды ее были очень Она стойкий такой был, убежденный человек И что не по-человечески, по заповеди Она все выполняла Старалась выполнять Встречалась с батюшками Помогала им материально Причем жертвовала большие суммы денег Что были у нее с собой То она отдавала Может быть, если бы мы с Галей не встретились здесь, в Иерусалиме Той весной 97-го года Я бы никогда так и не узнала эту сторону ее души В обычной жизни никогда и в голову бы мне не пришло Поговорить с ней на эту тему И спросить ее Галя Васильевна, как вы относитесь к религии? А здесь это было совершенно естественно И я с удивлением узнала такие вещи о Гале Которые я даже не подозревала никогда Например, то, что она знала тексты, молитвы на разных языках Она знала даже иудейские тексты И она везде молилась, ставила свечи И видно было, что это исходит от души Как мне сказал один священник Бог ее вел к себе И когда увидел, что она готова к встрече с ним Он просто забрал эту чистую душу Чтобы она не успела испачкаться в этом грешном миру Пока земля еще вертится Пока еще ярок свет Господи, дай же ты каждому, чего у него нет Умному дай голову Трусливому дай коня Дай счастливому денег И не забудь про меня Я желаю, чтобы в вашем семейном доме Всегда было тепло и время А между вами было взаимоуважение Согласие Доброта и забота друг о друге И обязательно любовь Те, кто знает ее только на экране Как политика Как там что-то вроде железной леди Наверное, не могут себе представить Какая она была с внуком Она совершенно была другая Она не знала, как ему и угодить С одной стороны Вроде как его воспитывала Но сама ему разрешала абсолютно все Задаривала его подарками И она вот то, что называется, млела Она млела У нее расплывалось, как-то смягчалось Все лицо, все движения Если бы не это Наверное, ей было бы очень тяжело жить Спасибо большое Мечта есть такая Скажем, не соблюдать никакой режим Когда я захотела ночью читать Когда я захотела днем прилечь поспать Вот это было бы верхом свободы Абсолютно для меня не достижимо Мне хотелось бы прожить несколько Совсем разных жизней В разных профессиональных образах Может быть в разных странах Или в разных частях страны Например, меня очень притягивает Как сугубо городского жителя Деревенская жизнь Хотя я никогда не жила в деревне Только в экспедициях Но это все в основном не в русской деревне А в Кавказе, в Кавказе, Преповолжье И так далее Хотелось бы увидеть ледоход Где-нибудь на русской реке Под Архангельском Ранней весной пожить там Услышать ночью грохот Проснуться, пойти на берег Увидеть, что лед тронулся Ледины набегают одна на другую Я где-то читала об этом Подумала, как здорово Это хоть раз в жизни увидеть Но, наверное, это не получится Прекрасное занятие выращивать цветы Или другие растения Поэтому хорошо бы иметь клочок земли Где-нибудь И в старости сажать цветы Поливать цветы Луков там вырастить Да, я так иногда мечтаю об этом У меня нигде клочка земли нет Никакой дачи пока нет К сожалению, так что Наверное, мне придется Чем-то другим заняться в старости Я бы хотела жить Вообще говоря, в гостинице Либо уже в деревенском доме Городскую квартиру Я перестала с какого-то момента Воспринимать как нормальный дом Вот мне казалось тоже Что я так буду любить Новую квартиру Купила там шторы какие-то Обои, ремонт какой-то сделала Я все равно ее не люблю Не лежит душа Я люблю путешествовать Когда в прессе появились Кем-то умело подкидываемые Измышления о том Что старовой-то убили из-за денег Было бы, кстати, тогда же Показать ее квартиру На канале Грибоедова Это Первый приход родителей После гибели к ней Туда Где она жила Картина на стенах Единственная роскошь Которую она себе позволяла А сама квартира В той жизни Которую вела политик Старовойтова Была действительно похожа На обычный гостиничный номер Незадолго до гибели Она собиралась купить еще Эту картину Типичный петербургский двор Водосточные трубы Как потоки слез Одинокая фигурка девочки Ее будто выпихнули Из дома для прогулки В грязном дворе И такой же одинокий Невесть, откуда взявшийся носорог Что-то зацепило Галина Васильевна Решила повесить ее В квартире на канале Грибоедова Рядом с другими Любимыми работами Жить оставалось Меньше месяца Они всегда были угрозы Но всерьез Вот не было таких угроз Она к этому относилась Иногда Так легкомысленно Она могла выйти в магазин Бегать на улицу Не задумываясь А при каких-то людях Она Говорила о том Что Что я не могу этого делать Потому что В стране такая ситуация Опасность И все прочее И я убеждена Что внутренне она Не верила Хотя она иногда Проговаривала какие-то вещи На сыну своему Говорила Что Вот не нужно приезжать Потому что сейчас Такое трудное время Хотя он здесь был В октябре месяце Там не нужно поздно Приходить Потому что Около моего дома Там могут быть всякие Но Это как бы было вообще Ее убили в 98-м году В конце ноября Почти на пороге Петербургской квартиры На канале Грибоедова Света на лестнице не было Стреляли в упор Погибла сразу Скорее всего Не поняла Что произошло Через два года Компетентные органы Сообщили родным Преступников По-прежнему не нашли Но из версии преступления Исключены какие-либо Коммерческие Или связанные С денежным ограблением Мотивы Харизма Божий дар Бог дал Бог взял А нам осталась Тайна этой Открытой жизни И тайна Чудовищного преступления Захотим ли разгадывать КОНЕЦ 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 КОНЕЦ